Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Добрый день, Валерий. Здравствуйте. В прошлой программе мы подробно поговорили о том, как действовать в семье, которая столкнулась с ситуацией, когда один из членов семьи является алкоголезависимым. Но при этом вы сказали о том, как сам человек может определить, склонен ли он к этой зависимости или нет. А все-таки как распознать эту зависимость нашим близким, близким того человека, который в такой зависимости находится, и понять, что нужно срочно обращаться в какие-то центры, принимать какие-то меры. Вот где-то грань, с которой одна рюмка за, так сказать, обиденным столом превращается уже в алкогольную зависимость. Необходимо сказать, что вообще наше российское общество, оно сильно алкоголизировано. И огромное синдром отрицания, о котором мы говорили в прошлой программе, он, можно сказать, это часть вообще психологии нашего общества. То есть, вот это заблуждение о безвредности, безопасности и допустимости регулярного употребления алкоголя, это такое зловещее заблуждение, которым поражены все слои у нас общества. И в том числе, и эта идея, она, к сожалению, живет и среди церковных людей. Вот о том, что употреблять алкоголь регулярно, это безвредно, безопасно и допустимо. Это не так. То есть, если человек употребляет алкоголь регулярно, регулярно это раз в день, раз в два дня, раз в три дня, это неправильно. Основной признак христианства это вера, религия радости и света. А если мы не умеем радоваться, отдыхать, проводить время с близкими, досуг, общаться с друзьями без допинга, без накручивания вот этой, как некоторым кажется, радости, что от этого станет веселее и легче, то это уже проблема. Это уже зависимость, может быть, психологическая, может быть, это не стало алкоголизмом еще. Бытующий миф о том, что, допустим, пьянство отличается чем-то от алкоголизма, на самом деле это неправда. Это просто, скажем так, одна из стадий развития заболевания. Этот миф о том, что вот я не алкоголик, я пьяница, это типа он существует среди русских людей, к сожалению, когда они вот таким образом оправдывают свое поведение. И часто это касается очень талантливых людей, которые могли бы сделать много хорошего для своих семей, для общества, для церкви, для близких. А как же близким смотреть на эту ситуацию? Ну, конечно же, в первую очередь, в православных обществах трезвости для близких рекомендуется одна из таких мер воздействия, это начинать с себя. То есть, существует такая церковная традиция принятия обетов трезвости родственниками независимых людей. То есть, человек дает Богу обещание для упражнения воздержания и в духовной жизни не употреблять алкоголь совсем. В семье, где есть зависимые, которые борются уже со своей болезнью, это вдвойне такая важная рекомендация для того, чтобы не провоцировать, не соблазнять. То есть, это ситуация очень распространенная, когда жена говорит мужу, вот ты больной, тебе нельзя, а я вот типа на Новый год мне можно, я буду. И на день рождения. И, конечно, это соблазняет и соблазняет алкоголика, потому что в свете вот этого синдрома отрицания больной хочет стать здоровым. А что для алкоголика стать здоровым? Это значит научиться быть, как все нормальные люди. То есть, как пить по праздникам, по выходным, на Новый год. У нас праздники в календаре каждый день, поэтому, конечно же, желательно алкоголику пить каждый день. Ну, ему так хочется же подсознательно вернуть вот эту возможность какого-то вот, как ему кажется, свободы, эйфории, там, возбуждения и так далее. Это искажение духовной жизни, это и психологические нарушения. И вот для того, чтобы там жена или муж, или там родители, они могли с этой ситуацией как бы справиться, они должны эту вот голову змеи вот в себе самому точно вот как бы запретить, самому себе отказаться от этого. Существует также церковная такая традиция отказываться от алкоголя на период постов. Вот руководители информационного отдела, даже у себя в Фейсбуке, Владимир Романович Легойда размещает на Великий пост такую вот картинку о том, что Великим постом мы алкоголь не употребляем. То есть, это хорошая оградительная мера. Вообще, для православных людей это замечательная рекомендация. Посмотреть на себя со стороны. То есть, я знаю многих людей, у которых есть такие проблемы церковные, которые в пост берут такую форму обеда для себя. В постные дни алкоголь вообще не употреблять. Для того, чтобы посмотреть, а как вот соблазняет меня или нет. А вот в пост я попал в какие-то обстоятельства, и вроде как я решил, что я не буду приводить, а как дальше я себя веду? А вот приходит мысль, ну один раз. Или, а вот такие обстоятельства, а тут начальник, а тут я обижу человека. Вот как быть в такой ситуации? Вот все, ты пришел на правильный... Соблюдать принятые обеты, принятые решения. Ну, вы действительно обижаешь компанию. Ну, это неправда, на самом деле. Это миф такой. Социальный миф о том, что компания обидится. Вот много очень у нас в обществах тренинги даже проходит на эту тему. Как быть в таких обстоятельствах? И такие разыгрываются сценки, как человеку себя повести. Ну, вот часто советуют включать чувство юмора, как-то шутить на эту тему. Ну, когда человек дает церковный обет трезвости, ну, в православной компании это воспринимается с уважением. И, ну, честный ответ или остроумный ответ нужен. Вот. В компании пьющих людей недомолвки, недоговорки и попытка там вот какого-то обмана, вот лукавства, она чувствуется людьми. И тогда вот, ну, начинают как бы цепляться, там, уговаривать и так далее. А если честно, человек говорит, ну, я там эти проблемы имею, вот поэтому не могу. Это честный ответ воспринимается с уважением. Ну, либо надо как-то отшучиваться. Ну, я думаю, надо учиться. Если говорить о примерах, то как мы, какой пример подаем своим детям? Когда за обедом, за ужином можем позволить себе рюмку, водки или бокал вина. Насколько это допустимо? Ну, я могу ответить очень просто. Апостол Павел сказал в послании к римлянам 14.21. Если брат мой притыкается и изнемогает, не буду есть мясо и пить вина. И в нашей стране нельзя сказать, что у кого-то из нас нет наших братьев, которые притекаются или изнемогают. То есть в каждой семье либо одноклассник, либо брат, либо друг, либо родственник, либо сосед. Это люди, которые либо умирают уже, либо стали на этот путь, либо могут стать. Поэтому в церковной концепции по утверждению трезвости, принятой в 2014 году, концепция русско-православной церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, звучит призыв к православным христианам о том, что необходимо вообще своей жизнью подавать пример трезвого образа жизни. А вдвойне это необходимо для тех, кто работает с зависимыми людьми, ну или рядом с ними находится. Поэтому, если говорить о детях, то пьющий, выпивающий, даже умеренно верующий человек соблазняет, как я уже подробно рассказывал, алкоголика, который хочет стать таким же нормальным человеком, и ребенка, который видит, ну алкоголь же употреблять нормально. И тут, конечно, большая проблема, вот эта психологическая, самим взрослым людям научиться радоваться и общаться без подпитки, без допинга. Вот, и научить этому детей. Ну, дети, они воспроизводят тут как искурением, то есть нельзя затягиваться, говорить там, сынок, там, не надо. Когда, кстати, мы участвовали в работе над концепцией, вот этой подтверждения трезвости, в общем, много исследовали материалов церковных, архивных, открылись вообще удивительные вещи, на которые в обычной жизни как-то не обращаешь внимания. То есть оказалось, что там Сергий Радонежский, допустим, был трезвенником, не употреблял алкоголь никогда. То есть об этом есть в писаниях, о нем. Также Сергей Радонежский стал родоначальником традиции трезвенных уставов. То есть, если пока в церкви использовались уставы монастырей греческих, скажем так, греческой традиции, ну, восточной в целом, там было отношение к алкоголю, вот, восточное. Но еще уже Иосиф Володский писал о том, что в России мы не можем так, как греки, вот, как на Востоке. То есть немножко выпить. Поэтому у Иосифа Володского, например, в монастыре было запрещено на трапезах алкоголь. Также у Сергия Радонежского, и у учеников Сергия Радонежского, которые потом устраивали монастыри по всей территории Лисы, появляются дополнительные главы, в которых вот эти заповеди трезвой жизни, ну, то есть запрет на употребление алкоголя в монастыре. Вот, к сожалению, эти уставы были отредактированы, вот, когда была реформа, там, Патриарх Никона, вот, когда более греческому такому содержанию вернулись, вот, во многих эти вещи ушли. То, на чем наши, вот, российские ситуации, вот, основывались. К сожалению, это было немножко забыто. Почему такая специфика в России? Мы не знаем чувства мира, да, почему мы должны себя ограничивать полностью? Почему нельзя чуть-чуть себе позволить? Ну, может быть, такая, как там, широкая душа русского человека, кто-то из говорил авторов, можно было бы немножко сузить ее. Вот, конечно же, поиск смысла жизни, поиск ответов на главные вопросы наставляет страдать, переживать, мучиться, искать какого-то радости, на самом деле. По большому счету, люди хотят быть счастливыми, радостными. Вот, и просто попадают в эту ловушку, в этот поток мутный водоворот, когда кажется, что это может помочь, может остановить такой вот серые будни. Я думаю, что во многом поэтому. Нельзя сказать, что только наше общество поражено. Вот, в скандинавских странах законы, допустим, государственные, еще строже, чем у нас. В Финляндии, допустим, есть такие технологии, когда человек купил алкоголь в магазине, специальном, специализированном, ему надо туда далеко ехать, тут же количество купленного алкоголя информация попадает в полицейский участок, который находится в его местности. Это значит, что представитель полиции может прийти и посмотреть, что с этим алкоголем случилось, куда он вообще выпит и так далее. То есть, в Норвегии там серьезные законы на эту тему. То есть, это не только русская проблема. Может, потому что холодно, кто-то говорит. Но я считаю, что все-таки проблема духовная. Вот это вот тоска по Богу, по высшим смыслам, по любви, по радости, потому что человеку этого не хватает, и он находит такие сургаты для себя. Давайте расскажем о дне трезвости. Когда он был учрежден, насколько я понимаю, он возрожден? Это дореволюционная традиция? Действительно, дореволюции. С 1913 года впервые он отпразднован в 1914-м было решено Священным Синодом сделать ежегодным это празднование. По известным историческим традициям это было прервано. Почему было решено вернуться к дню трезвости? Во-первых, эта инициатива была, надо сказать, митрополита Ювеналия. Митрополит, который окормляет московскую областную епархию. И в московской областной епархии действует уже не один десяток лет распоряжение архиерея о запрете алкоголя на мастерских трапезах. То есть об этом так, может быть, не говорится так широко, но действительно так. И Владыка Ювеналий поддерживает деятельность общества трезвости очень сильно в московской области. И он предложил Святейшему Патриарху, Священному Синоду обратился с предложением возродить вот эту традицию. День трезвости Церковь отмечала и теперь вновь отмечает с 2014 года. Священный Синод решил возродить эту традицию по предложению Владыки Ювеналия. И теперь это событие масштабное в масштабных всей нашей страны. В чем оно заключается? Что? Какие мероприятия? И почему 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Претечи, которого трезвенники многие считают своим небесным покровителем. Известно, что Иоанн Претечи от рода своего не пил ничего хмельного. Ни вина, ни секира. Он был назореем. С одной стороны, с другой стороны Иоанн Претечи погиб на пьяном Перу, где царь Ирод дал в охмелю ужасное обещание, которое вынужден по своей гордости был выполнить. От этого пьянства погиб трезвенник, поэтому это событие решено так широко отмечать. В наше время этот день принимает такое и светское прочтение свое. Помимо того, что делается в приходах, в епархиях, это и крестные, ходы, молебны. В 2014 году на одном синоде была принята концепция подтверждения трезвости, возрожден праздник 11 сентября и утвержден чин молебного пения у страждущих алкоголизмом и наркомании. И теперь в этот день служатся эти службы. В разных формах отмечается День трезвости. Инициатива церкви была поддержана Министерством здравоохранения. В этом году Министерство здравоохранения направило всем губернаторам предложение эту дату каким-то образом отметить. Были разработаны методические даже рекомендации на эту тему. И надо сказать, что по всей стране во многих регионах причем это не установленный сверху какой-то обязательная какая-то дата как многие праздники было предложено в любая форма кто хотел и по распоряжению губернаторов точно так же было предложено по ведомствам и во многих регионах этим занялись учреждения образования здравоохранения конечно даже учреждения культуры в этом году очень много интересных мероприятий там в библиотеках проводились выставки плакатов исторических книг различных исторических вспоминались исторические формы светское масштабнейшее событие то есть в нем я думаю что несколько сот тысяч человек по всей России участвовало в прошлом году около 90 тысяч в этом году масштаб был гораздо выше почти в три раза выше был отклик в прессе то есть 4 тысячи средств массовой информации сделали сообщение на эту тему по всей стране в регионах были передачи на телевидении информационные какие-то общественные акции где-то флешмобы молодежные то есть молодежь в каких-то регионах раздавала прохожим молоко на улицах каких-то спонсоров нашли которые производят безалкогольные напитки где-то людей водой угощали и говорили о том что нужно жить трезво выставляли на площадях на улицах палатки в которых консультировали рассказывали людям о трезвости о преодолении алкоголизма об алкогольной проблеме вот какие-то смешные слышим оба где-то студентка одела костюм белочки и возле алкогольного магазина просила людей не покупать алкоголь допустим разные совершенно это уже светское прочтение но интерес очень большой трезвости у нас есть и ну она трезвость востребована нужно нужно семье она нужна церкви она нужна обществу конечно же быть мамой обнимать малыша кормить его купать по вечерам когда ты выпиваешь ты отбираешь у себя шанс стать матерью ты отбираешь у себя шанс родить здорового ребенка остановись подари себе счастливое материнство мы сейчас затронули как раз тему профилактических мероприятий потому что мы в прошлой программе говорили о том что есть направление работы церковной это по помощи уже зависимым людям а другое направление это профилактика алкоголизма какие еще есть формы как в регионах работают как в Москве работают с профилактикой алкоголизма ну прежде всего это просветительские программы это программа так называемой первичной профилактики и существует три вида профилактики это возовское определение всемирной организации здравоохранения то есть первичная профилактика это те кто не употребляет прежде всего дети чтобы они не начинали употреблять или начинали употреблять как можно позже алкоголь второе это работа с людьми у которых начались какие-то проблемы психологические социальные проблемы с законом и там где есть алкоголь это работа в трудовых коллективах может какое-то специальное консультирование то есть уже там включаются специалисты которые помогают конкретному человеку решать его проблемы чтобы в нем не укоренилось окончательное решение его проблем с помощью алкоголя и третичная профилактика это реабилитация в каком смысле профилактика в том что человек не возвращался то есть бросил если он употреблял вот поэтому когда мы говорим о первичной профилактике это просветительские меры с подростками и молодежью проект общее дело церковно-общественного совета например вот эти ролики фильмы очень интересные которые в свое время преодолели информационный барьер разработанные с участием наших экспертов проект есть свой сайт у этого проекта трезвый город РФ в этом году опять же Минздрав поддержал этот проект и мы разработали социальную рекламу трезвого образа жизни там такие красивые плакаты в некоторых городах их даже ну они бесплатно распространяются можно их в своих городах распечатать где-то повесить в медицинских учреждениях там на автобусных остановках на городских больших носителях даже на автобусах вот и газелях в некоторых городах вот висят эти формы социальной рекламы то есть задача церковной профилактики сделать трезвый образ жизни таким выбором таким ответственным выбором ну популярным чтобы люди в этом видели смысл радость осознавали что трезвость это тоже нравственная ценность трезвость это как фундамент в доме то есть фундамент не видно но если фундамент плохой дом рухнет вот то есть трезвость в нашей деятельности это не цель конечно же для человека для христианина но это необходимые условия то есть без трезвости он может не спасти душу поэтому вот а с другой стороны для зависимого человека у которого нет трезвости трезвость становится первичной целью которую ему трезвость сначала достичь вот в этом утвердиться а потом уже идти к цели еще более высоким это ведь так здорово быть отцом видеть как сын делает первые шаги учить его играть в футбол показать ему этот огромный мир подумай алкоголь убивает твое будущее подумай что будет с тобой и твоим ребенком пока есть возможность оставь себе ему шанс на счастливую жизнь завершение нашей программы чтобы вы посоветовали нашим телезрителям для которых эта проблема стоит остро что нужно сделать в первую очередь но нужно понять что для человека у которых остро строит стоит проблема нужно учиться жить трезво не научиться пить правильно не научиться соблюдать какую-то меру если есть зависимость то меры быть никакой не может то есть целью должна быть научиться жить трезво причем научиться жить трезво счастливо то есть в этом может помочь и церковь и специалисты и психологи и наркологи и социальные работники вот нужно обязательно обращаться за помощью православным людям обязательно нужно молиться и просить Божьей помощи то есть молиться чтобы Господь помог найти людей которые помогут подал какие-то ответы просто захотеть изменить свою жизнь то есть вот у меня есть один вот мой подопечный с алкогольно-зависимым путем который будучи такой не церковным еще человеком попал на какую-то светскую такую вечеринку нетрезвую под Рождество и кто-то ему рассказал какую-то притчу о том что на Рождество надо открыть окно чтобы впустить ангела и вот он мне рассказывал все ушли а я сижу пьяный мне грустно я открыл окно и жду что ангел какой-то прилетит не знаю какой но так грустно стало так стало ждать этого ангела он сказал пусть моя жизнь изменится я вот уже не могу так жить и вот это было на Рождество а буквально там через месяц этот человек вот обрел трезвость и трезвый уже много лет вот и он четко видит взаимосвязь вот с тем событием что он захотел чтобы вот небесные силы Божья какая-то помощь пришла в его жизнь хотя вот он тогда не был человеком церковленным вот но вот однозначно нужно вот захотеть получить помощь спасибо позабеседу спасибо и пусть весь мир ликует и поет разбуженный пасхальным перезвоном и слезы вдруг как ручейки по склону и тает в сердце многолетний лед так пусть весь мир ликует и поет субтитры подогнал «Симон» о чем Субтитры создавал DimaTorzok